здравствуйте уважаемые участники здравствуйте александр всех рад приветствовать на нашем вебинаре с александром завершающим в этом году и как раз будет интересно посмотреть и обсудить то чем запомнился 22 год какие есть ожидания от 23 года скажем так как всегда есть такое какое-то правило подводить итоги там последнего текущего года перед предшествующим ну и собственно строить планы на него прежде чем мы перейдем как всегда к теме нашего вебинара несколько слов с моей стороны как всегда напомню о рисках всегда важно помнить о том что торговля на финансовых рынках она сопряжена с рисками будь то трейдинг инвестиции всегда важно помнить что риск присутствует это колоссальная часть работы трейдера контроль над рисками и еще раз об этом напоминаю а для тех кто присутствует впервые на наших вебинарах во первых я рад всех поприветствовать да кто с нами впервые на наших вебинарах на наших встречах и пару слов скажу о компании адмиралс мы являемся международным брокером работаем уже более 20 лет оказываем услуги в разных юрисдикциях в разных странах не так давно получили лицензию в канаде в южной африке а также присутствует в ряде других стран а наш ключевой сервис который мы предоставляем наших клиентов это именно инвестиции трейдинг да именно самостоятельный и даем разные платформы будь то мета трейдера будь то мобильное приложение которое мы разработали для трейдинга инвестиций в целом из инструментов мы предлагаем ключевые рынки да то есть это и валюты и акции и сырьевые активы то есть но практически все ликвидные активы вы сможете найти с точки зрения инвестиций да это конечно акции и теф все это доступно в зависимости от вашего подхода да то есть вы трейдер или инвестор или комбинирует этот подход все данные инструменты для вас на доступны да и еще раз напомню про мобильное приложение то есть и она максимально удобно для инвестиций когда нет необходимости иметь там большое количество графиков различных инструментов поэтому тоже для себя вы можете на него обратить внимание и скажу что для нас большой частью особенно в этом году да и в целом для компании является это именно обучение потому что мы понимаем что сфера трейдинга инвестиций она для многих новая да этому не во всех университетах учат да то есть где-то об этом говорят но мы считаем что для нас также важно доносить именно с правильной с нужной стороны про трейдинг про инвестиции поэтому очень рады что александр к нам подключается раз в месяц делится своим опытом и также порекомендую подписаться на наш youtube канал на наш телеграм-канал где вы всегда сможете найти и записи различных вебинаров и также получать оповещения о начале новых встреч которые мы будем организовывать в целом потому что о чем мы поговорим сегодня да то есть как я уже сказал попробуем да то есть поговорить о том чем запомнился 22 год особенно будет интересно бессловно услышать мнение александра да то есть эти события которые запомнились что ожидать и предполагать да про 23 год поговорим про разные рынки кто себя как показал да кто где сейчас находится подведем бессловные итоги конкурсов где мы разыгрываем книгу с автографом александра разберем отдельные бумаги будет серия ответа на вопросы и в конце видео я уже расскажу про индикатор александра и про правила нашего конкурса с моей стороны да ты сделал рассказал про компанию со своей стороны я еще раз уже не первый год благодарен александру что он присоединяется к нашим встречам и получая огромное количество отзывов огромное количество положительных приятных слов александру я бы хотел это все конечно не получится все это суммировать да и как то каким-то словом это объяснить но хотел сказать спасибо александру что помогает нам повышать знания трейдеров инвесторов и мы со своей стороны я благодарен за его труды за наши за наши встречи александр передаю слово спасибо большое роман на добром слове как 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 в старом советском кинофильме говорили доброе слово и кошки приятно но это шутка на самом деле очень рад что вы продолжаете приглашать меня как вы знаете я живу практически в берлоге в трехэтажной берлоге в горах и население поселка где живу 700 человек всего и вдруг значит я оттуда выхожу на линию и общаюсь с людьми по всему миру в данный момент правда я нахожусь не там у нас у нас женой кроме дома в горах где мы же проводим большую часть времени у нас еще квартира есть в нью-йорке когда-то давно у нас вообще был трехэтажный пентхаус мы его продали переехали значит в горы а здесь купили небольшую квартирку на где-то в районе который называется little italy маленькая италия так сказать крестный отец мой сосед можно сказать но конечно тут сейчас очень холодно и завтра мы слиниваем обратно к себе где у меня камин печка и я мне послал по моему видео пошли сегодня это у меня письменный стол с беговой дорожкой вместе то есть я не бегу я иду я гуляю по ней и значит таким образом поддерживаю себя в лучшем состоянии люди не созданы для того чтобы сидеть за записанным столом 6 8 10 часов наше прошлое это охотники и искатели продуктов сколько-то поколений тому назад поэтому сказать я охочусь на рынках но при этом сказать ногами прежде чем сказать перейти к рынкам еще пару слов я приехал в нью-йорк на рождество на немного не только на рождество а еще и на похороны к сожалению и похороны трейдера с которым случилось очень много лет назад с ним случилась ужасная история он закончил университет работал стал работать по специальности а офис где он работал был рядом с уолл-стритом и он стал сталкиваться с другими молодыми парнями которые был колоссальный бычий рынок все тогда вот только-только amazon вышла на интернет яху все эти компании все было в новинку интернет и интернетовские акции все перли вверх и он увидел этих молодых парней однолеток своих которые зарабатывали серьезные деньги и он сказал ну все нафиг он похерил свою специальность и стал трейдером и в первый год ему мама по моему дала какие-то деньги для начала и в первый год он заработал миллион он этим миллионом очень разумно распорядился он купил себе три автомобиля ferrari maserati еще 3 эти не помню какой и все и все а рынок бычий кончился деньги все разошлись машины пришлось продать но он мил себя трейдером собственно до смерти он мил он мил себя трейдером он занимала людей деньги он рассказывал какие-то сказки о своем величии я кто помог своему другу которому этот гений вызвался управлять его пенсионным счетом на счету было около трех миллионов долларов в начале под управлением этого гения из трех миллионов было сделано 20 миллион потерял я посмотрел на то что он накупил там в ужасе вот так вот а все началось с того что человек сунулся выиграл просто удачно по времени получилось в первый год и потом всю жизнь потратил на то чтобы как как наркоман можно сказать это всем нам урок по собственному опыту могу сказать что самое худшее что может случиться с новичком это сделать деньги на первые сделка я помню я сделал деньги когда абсолютно был новичком ничего не знал я сделал деньги на двух первых сделках я решил что это легко но правда сделки были маленькие я сделал там пару тысяч долларов всего на обеих сделках и потом года два я бился головой об стену потом я понял что все надо учиться надо учиться и стал учиться и в конце концов научился вот этот сокол на похороны которого я ходил он сожалению так никогда и не вынес из этой дыры поэтому называется головокружение от успехов быть очень осторожны быть очень осторожным было окружение от успехов опасная вещь роман давайте перейдем к рынкам а то я боюсь что я отвлекаю наших слушателей зрителей этими рассказами чтобы вы хотели начать сегодня с обзора прошлого года может бы да то что вы говорили да 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 можем с этого начать вам передать доступ да дайте пожалуйста вот так вот вы видите мой график сейчас раз выскочила акции я начну с того что покажу график s&p 500 это наш главный торговый индекс это 500 самых крупных акций на бирже то есть у каждой у каждой акции есть так называемой капитализации то есть умножается цена акции на количество выпущенных акций и поэтому вот есть гиганты как apple amazon тесла с огромной капитализацией и s&p 500 включает в себя от 500 акций самой высокой капитализации и представляет себя по ценности примерно 70 процентов американского рынка хотя то всего 500 акций на самом деле акции на наших рынках где-то около 7000 на это значит смотрим на s&p 500 красным красной стрелочкой отмечен пик медвежьего рынка которым я начал говорить год назад в декабре прошлого года и здесь вы видите структуру этого рынка более низкое дно более низкий топ более низкой низкое дно более низкий топ более низкое но топ повыше значит возникает вопрос опять более низкое дно более низкий топ и наверху и у права края идет падение то есть структура медвежьего рынка не нарушена и мне думается что мы в новом году увидим более глубокое дно чем в этом году в 2022 если нет если нет если сегодняшнее вот теперешнее падение которое началось месяц тому назад остановится выше октябрьского донушка а потом поднимется выше декабрьского пика это будет сигнал разворота то есть более высокое дно более высокий пик вот такие два варианта окончания медвежьего рынка один паническим падением один вариант 1 который мне кажется более вероятным паническое падение до новых низов в новом году более мягкий вариант то что я писал сейчас такое более плоская донышко потом подъем выше декабря ни у кого нет волшебного кого-то стеклышко чтобы заглянуть в будущее но вот эти вот два сценария вполне описывают как закончится этот медвежий рынок а сейчас мы находимся в медвежьем рынке что самое памятное из прошлого года мне думается что самое самое то есть медвежий рынок он идет сказать по расписанию но самое памятное самое необычное событие прошлого года это крах криптовалют я сейчас немножко укрупную этот график но секунду вот так вот я помню очень давно очень давно года полтора тому назад на одном из наших вебинаров роман меня попросил так мы разбирали акции мы разбирали золото и нефть он так скромно говорит а вот меня просят чтобы на биткойн посмотреть и это было примерно вот здесь вот сейчас вот я отведу так так держит держит одну секунду где же это запутал вот это было примерно вот так вот вот так вот выделать bitcoin как раз тот момент и я помню я сказал что фигура которая видна на этом рынке это двойной топ ложный пролом вверх и медвежья дивергенция то есть в апреле двадцать первого года биткойн остановился на уровне сейчас выскочит цифра у нас он он достиг высоты одну секунду подвинуть это биткойн достел высоты в шестьдесят шесть восемьсот потерял примерно половину а потом взлетел и взлетел до уровня шестьдесят девять пятьсот это вот был бы был самый верх это мне казалось я никогда не верил биткойн я считал что это новое платье короля выдуманные из головы валюта с огромным невероятным количеством шульничества и опять ложный пролом вверх медвежья дивергенция и как-то особо следить за ним перестал я не занимался трейдингом крипто и вот значит это было полтора года назад крипто посмотрим что произошло дальше крипто опустилась до уровня 30 тысяч здесь вроде бы стала складываться быщая дивергенция но пролома вниз еще не было потом биткойн очень резко проломил это донышко и еще ниже и еще ниже и сейчас вот выплыла это колоссальная афера с компаниями ftx и сейчас биткойн который значит полтора года назад продавался почти по 70 тысяч теперь он стоит 16 то есть он потерял он потерял примерно 80 процентов своей ценности и дна не видно дна не видно люди которые вошли в эту игру рано и вышли быстро сделали деньги некоторые из них а те кто держит биткойны по сей день это конечно у разбитого корыта вот это для меня это самая такая самый серьезный график за прошлый год ничего особо хорошего с биткойным я не ожидаю я его держу на своем мониторе только с одной целью я занимаюсь акциями и опционами а по утрам и люблю посмотреть на биткойн вверх он или вниз когда биткойн вверх это показывает что приток спекулянтов есть а когда вниз значит есть уход спекулянтов и то же самое отражается на рынках акций и валют вот так сказать это обзор того что я вижу в фондовом рынке и самый самый примечательный тренд нынешнего года я только что взглянул на ваше письмо опять роман где вы пишете показать лучшую сделку года вы знаете у меня в голове отпечатаны худшие сделки года вот их я помню а лучшие сделки когда в память особо не остаются я сказать хорошие сделки нормально сделаны хорошие сделки даже были не столько отдельные сделки например у меня была очень успешная компания не компания компания да как проект по торговле вот этим инструментом геймстоп это сейчас сейчас цена геймстоп 17 долларов за акцию жду пока высветится на экране но был компания была она стоила в пять раз дороже просто не сделали сплит то есть каждая акция раскололась в пять раз когда bitcoin bitcoin совершенно сумасшедшая акция которая взлетела от 20 с чем-то долларов до 120 но это в пять раз нужно увеличить значит она прокатировалась где-то по 100 долларов из астана взлетела до 600 буквально за за несколько недель и после этого все азартные игроки покупали bitcoin а я всегда ждал взлетов я закоротил вот этот топ и закоротил этот топ я закоротил этот стоп и этот и этот а сейчас игра кончилась для меня потому что пар вышел из этой компании но такого типа сделки иногда возникают хотя не настолько яркие вот например сделка которая в которой я нахожусь даже на настоящий день компания одни из самых важных отраслей рынка это биотехнологии биотехнологии и значит очень много интересных акций и и очень много азартных игроков и вот эта компания мэдригал 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 сайенс даже название толком не помню но я получил имейл у меня есть очень хорошая приятельница трейдеры в испании мы часто обмениваемся соображениями какими-то вдруг не приходит письмо присылает ссылку на новости эта компания объявила что будет лечить людей от какой-то я даже не помню что-то с печенью какая-то болезнь это подумал что от лысины будут лечить потому что вот тут и действительно бы компания слетела но дневной график компания торговалась тихо мирно порядка 60 долларов за акцию и на прошлой неделе после того как вышла вышли новости она взлетела на гэпе до 200 долларов закончила день на 230 чем-то и продолжала расти и вот в течение и и и закоротил видите вот этот вот бар это была пятница прошлой недели мы ехали с женой из из гор к себе значит город она она вела машину а я с компьютером на коленях сидел и создавал короткую позицию в этой акции почему но этот как тот же самый геймстар народ взбесился загнал акцию на совершенно несуразную высоту и зачем надо следить открылась здесь закрылась выше тренд вверх открылась ровно закрылась выше я решил что тренд уже начинает ослабевать на следующий день открылась ровно закрылась намного выше но думаю паника какая а в пятницу открылась чуть чуть ниже взлетела вообще до сумасшедшей высоты и просела чтобы закрыться там же где открылась я уже часа в три дня по нашему времени под закрытие стал ее коротить ну вот она значит когда я укоротил она была порядка 290 долларов на сегодняшний день она 264 доллара и я думаю что это далеко не конец ее падения сегодня снял частичную прибыль правда не надо жадничать не надо никогда не нужно думать что одна сделка принесет вам вот богатство это это не одна сделка это должна быть серия сделать и вошел во все что вошел уже кусочек прибыли снял едем дальше вот просто пример сделки такой успешно или еще раз покажу сделка которую вчера закрыл очень очень хорошая компания кстати модерна эта компания которая создала самую лучшую самую эффективную вакцину от этого вуханского вируса я вакцинировался этой вакцины два раза первоначальная вакцинация а потом еще бустер два раза и а сейчас эта компания сейчас эта компания работает над созданием вакцин от рака ваксин от рака как вы думаете есть рынок для такой вакцины как соображаете да вакцина от рака но не от всех раков то есть это определенных каких-то раков так вот эта компания модерна вот как выглядел ее график в двадцать первом году когда эти вакцина только была на подходе на рынках всегда говорят покупай слухи продавай новости то есть компании взлетают по слухам а когда уже вышла новость все все произошло надо продавать я очень мало играл и пропустил большую часть этого колоссального взлета мой промах но компания взлетела где-то от 50 долларов почти до 500 меньше чем за год люди которые организовали эту компанию естественно стали вошли в списке самых богатых людей америки а потом все новость вышла значит цена работает из 500 долларов она сползла примерно до 100 с копейками 120 долларов сейчас когда раковые эти новости вышли компания с подскочила опять и я смотрю на этот график и что я вижу нас в самом нижнем окне вот это индекс силы кстати поступил вопрос об индексе силы силы на которые мне сегодня придется ответить и этот индекс силы показывают панику покупателей и панику продавцов да вот паника покупателей вот паника покупателей а вот паника продавцов вот паника продавцов я играю против паникеров и на недельном графике вот эти две желтые точки показывают что была паника покупателей новости про рак вышли паника покупателей смотрим как бы закоротить переходим к дневному графику Значит, на недельном графике принимается стратегическое решение. Я очень ценю эту компанию, но в краткосрочном диапазоне я хочу ее закоротить. Смотрим на дневной график. Двойной топ, индекс силы показывает паника покупателей, а вот что было к середине прошлой недели. Я закоротил эту акцию и вчера уже перед самым закрытием, купил ее обратно, то есть закрыл позицию. Закоротил в районе 200 с небольшим долларов, закрыл позицию 180. 20 долларов на акцию прибыль, было несколько тысяч акций. А сегодня что? Акция открылась ровно, еще немножко опускается. Я буду сейчас бить по голове и говорить, как надо было подержать, ты бы больше заработал еще. Нет, 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 нет. Никогда, никогда. Моя задача не уловить ток и не уловить донышко. Моя задача вырвать кусок из середины. И все. Я очень этим доволен. Так что это не самые лучшие сделки года, но это вот из разряда сделок, которыми я живу. Окей. Так что, Роман... Да, да, да. Спасибо, Александр. Даже больше, наверное, было то, чем запомнились, да, вот пример с GameStop, достаточно интересный. И если вдруг ситуация на рынке повторится, и были внимательные слушатели, то, возможно, будет какая-то идея, да, придет... Да, да, да. Истерика на бирже. Когда происходит... Когда происходит... Я вернусь на секунду. Вот это MDGL-компании, потому что там, действительно, вот урок, на ней урок лучше даже, чем на Moderna. MDGL. Урок в чем? Когда возникает... Когда на рынке возникает паника. Паника покупателей, допустим. Или паника продавцов. Не надо сразу залезать и... А, ну, это нереально. Как так? 60 долларов, и сейчас она 200. Сейчас я ее закорочу. Нет. Смотри за ценой открытия и последней ценой. И пока цены продолжают внутри дня расти, надо держаться в стороне. Стоит дождаться разворота, когда акция открывается по одной цене, а закрывается ниже. Или закрывается, в данном случае, на том же самом уровне. То есть рынок должен подать сигнал, что паника подходит к концу. Саму панику не надо влезать, потому что паника может длиться гораздо дольше, чем любой из нас предполагает. Да? Я, наверное, раньше еще говорил, есть такой очень хороший бывший... Он отошел от дел, бывший управляющий деньгами. Он сделал очень серьезные деньги для клиентов и для себя. А он такой очень верующий католик, занимается благотворительностью. Вот все, он ушел, значит, от дел. Но он написал книжку, по-английски называется «One up on Wall Street». «Один против Wall Street». Наверное, по-русски должна быть. Так он там пишет, пытаться поймать дно – это как пытаться поймать падающий нож. Представляете, острый нож падает, а вы его в воздухе хотите схватить. Он говорит, всегда хватаешь его в неправильном месте. Дай ему впереться в пол. А там уже покупай. То же самое с такими стопами. Дай ему остановиться, не вступая в середину паники. Увидь, чтобы... Потому что зачем вступать в середину паники? Чтобы быть самым умным. Я поймал верхнюю точку или я поймал нижнюю точку. Не надо быть самым умным. Нужно быть самым успешным. Самые умные – не самые успешные. Вот подождать такого разворота. Самый умный хотел бы продать по 317, а акция только достигла 316,93. Прокатился, да? А просто серьезный трейдер закоротил где-то по 280, 290. Достаточно. Не взял верх, но взял деньги. Такой вот урок для всех нас. Может быть, быстро взглянем на S&P 500, и я покажу еще индекс новых высот, новых низов, и потом обратно к вам. Хорошо. И будем смотреть на вашей рынке, да? Так. Как многие из тех, кто были на наших вебинарах раньше неоднократно, слышали и видели, что для меня любимым таким впередсмотрящим индикатором является индикатор новых высот, новых низов. Новые высоты – это лидеры силы, а новые низы – это лидеры слабости. Ну, это такой классический индикатор, он написан в моей книге «Как играть и выигрывать на бирже». Кстати, новые издания, вот-вот на подходе, буквально неделями должно выйти в Москве, «Как играть и выигрывать на бирже в 21 веке». Полностью другая книжка. Этот индикатор там расписан, но в последние где-то года два, уже после того, как вышла книжка на английском языке, меня один из моих учеников поделился со мной индикатором новых высот, новых низов, привязанных к капитализации. Был такой в Англии великий психиатр Д.В. Винникотт. Как многие могут знать, я в прошлом активно занимался психиатрией, даже преподавал ее в Колумбийском университете. И он посвятил, у него посвящение к одной из своих книг, он пишет «Моим пациентам, которые платили мне, чтобы учить меня». То же самое от умного студента, всегда можно чему-то хорошему, иногда можно чему-то хорошему научиться. И вот этот, значит, мужик, Марк его зовут, живет на Сачусетсе, показал мне этот индикатор, я с тех пор пользуюсь им ежедневно, это внизу, значит, индекс новых высот, новых низов. Красная линия – это новые низы, количество акций, которые достигли нового минимума за месяц, помноженные на их общую капитализацию. А зеленая линия – это акции, которые достигли новой вершины за месяц, помноженные на их капитализацию. Что мы здесь видим? Сейчас, хочу, знаете, я возьму этот график, просто сделаю фотографию с него, вот так, потому что тогда легче будет вам показать, что я имею в виду. Окей, здесь, вы видите это сейчас или нет? По-моему, нет, нужно применять, Роман, мне нужно применять, я думаю, на другой. Мы видим график, да, вам нужно выбрать тогда вот именно снимок отдельно. Сейчас, одну секунду, Zoom. Я делаю StubShare, потом я делаю ShareScreen, и я иду к Snugget. Это вы меня научили пользоваться этой системой, без вас я бы до сих пор плавал. Окей. Сейчас мы видим, да, графики, тут еще штучка справа. Так вот, это дневной график S&P. И посмотрите на поведение этой красной, одну секунду, этой красной линии. Вот, например, здесь, да, высокий пик, более низкий пик. Это показывает, что медведи стали слабее. И здесь происходит этот сигнал, что рынок достиг донышка. Передкосрочного, да. Едем дальше. Вот опять. Высокая, значит, большая сила медведей, маленькая сила медведей. От второго пика. Вот это донышко. Ну, чуть-чуть преждевременно. И сейчас у правого края, вот что мы видим. Один пик такой толстый и повыше, а другой потоньше и пониже. И вот это здесь. И я смотрю на это, и мне кажется, что в краткосрочном диапазоне рынок хочет подняться. Я медведь, да, я медведь. Я ожидаю нового дна медвежьего рынка. Но рынки не движутся по прямой. Поэтому, глядя на этот рынок, а он уже четыре дня, уже неделю, молотит по дну. Раз, два, три. И не может, и не может. А вот, кстати, это вот был вчерашний. Вчера рынок упал немножко. Понедельник был закрыт, во вторник он упал немножко. Вот сила медведей вчерашняя. Где медведь? Медведь где? Миша, отзовись. Поэтому я смотрю на это дело и думаю, что рынок, по-моему, медведи рычат и притворяются. Но сил у них осталось мало. И поэтому в краткосрочном диапазоне я ожидаю взлета. Ну, а там будем коротить. Я передаю вам экран. Спасибо, Александр. Спасибо, что поделились вашими наблюдениями, вашими сделками. Я думаю, что это максимально полезно для нас. Да, то есть теперь давайте взглянем, возможно, да, то есть истории там текущего года на ключевые инструменты, которые мы смотрим. Вот я сейчас открыл DAX. Так, смотрим на DAX. DAX сильнее в последние месяцы, пару месяцев, вел себя сильнее, чем американский рынок, рынок S&P. И, во-первых, где-то в августе был ложный пролом вниз, рынок взлетел очень сильно и достиг верхнего конверта. Достиг верхнего конверта и сейчас опускается, и сейчас опустился в зону ценности на предыдущую неделю, прошлую неделю, и сейчас он над зоной ценности. Поэтому для меня недельный график нейтрален. Смотрим направо, дневной график. Вот этот вот хвост, который был раз, шесть дней тому назад, да, я это называю хвост кенгуру. Это очень частое явление на рыночных разворотах. Возле левого края графика, в октябре, на дневном графике мы видим хвост кенгуру, да, и такой же хвост кенгуру, только направленный вверх, был за неделю или за шесть дней до этого последнего донышка. Поэтому, значит, глядя на последний хвост кенгуру, он был вниз, рынок поднялся к зоне ценности, и я, глядя вот на такую картинку, просто чешу репу и говорю, а я не знаю, я не знаю, рынок правильно оценен. То есть, вот это расстояние между двумя скользящими средними, медленной и быстрой. С левой стороны, значит, на недельном графике DAX чуть-чуть выше зоны ценности, на дневном чуть-чуть ниже зоны ценности, но, в принципе, он в районе зоны ценности. Рынок оценен правильно. Я нахожу сделки, когда я нахожу или переоцененный, или недооцененный рынок. Переоцененный каратем, недооцененный покупаем. А этот, ну, он правильно оценен. И когда я, как только я замечаю вот такое, что у меня сразу ответа нет, я начинаю думать и вот, сказать, чесать. Я, следующий, следующий график. Потому что графики, рынки хаотичны, и большую часть времени сигналов там нет. Моя задача состоит в том, чтобы смотреть на рынок и выявить, узнать сигнал, узнать знакомый сигнал. А когда его нет, то не надо толкать вперед, он не идет, он в хаотичной зоне. И поэтому просто лучше перейти к следующему другому. Этим, кстати, рынок отличается от всех остальных областей человеческой деятельности. Как я упомянул, значит, мое прошлое в медицине. Приходит пациент к врачу, у пациента что-то болит, да? И каждый пациент, у которого что-то болит, заслуживает диагноза. От чего болит? Обследую пациента. Не могу определить. Ну, назначаем тогда тесты. Пришли тесты. Все еще не могу понять. Вызываем профессора на консультацию, да? То есть продолжаем толкать эту тележку, пока, наконец, не получим то, что нам надо. Диагноз, да? Нужно сделать все, чтобы получить диагноз. И в конце концов, если долго толкать, то ты его получишь. А на рынках совсем по-другому. Хаос. Диагноза нет на данный момент. И сколько ты не толкай, ты ничего не найдешь. Но найдешь ложные сигналы. Тебе нужны ложные сигналы? Тогда толкай дальше. Так что едем дальше. Открыл евро-доллар. Ага. Евро-доллар. Был колоссальный... Смотрим слева, конечно, сначала на недельный график. Был колоссальный медвежий рынок. К его концу возникли совершенно замечательные бычьи дивергенции. Хвост кенгуру на самом низком донышке. То есть накопились сигналы, по которым евро покупать, евро покупать, евро покупать. Сейчас смотрим на недельный график. И мы видим уже хвост кенгуру вверх показывает. Импульсная система перестала быть зеленой. Она стала синей. То есть интенсивность понизилась. И поскольку импульсная система, когда она зеленая, запрещено играть на понижение. А сейчас она синяя. Все можно. Идем к правому графику. Дневной график. Совершенно яркая медвежья дивергенция. То есть максимальная сила быков была где-то в начале ноября. И с тех пор все эти подъемы по инерции к верхнему конверту. А МСД показывает, что силы-то не осталось у быков. Все дело в инерции. И сейчас евро затормозился у правого края. Я немного, редко торгую валютами. Но если бы я торговал евро, я бы его сейчас начал коротеть. Спасибо, Александр. Давайте посмотрим на золото. Ух, ух, ух. Ну это просто блеск. Это та же самая картина. Очень похоже на евро, правда? Очень похоже на евро. На недельном графике цены вылезли из конверта. Прекрасная бычья дивергенция индекса силы произошла. Золото взлетело и почти-почти достигло верхнего конверта. Но за последние... А импульсная система все еще зеленая. Как? Нет, она не может быть зеленой. Роман, ведь МСД гистограмма падает. Значит, импульсная система должна быть синей. Каждый раз, когда я вижу такое, я сразу скажу, первая догадка. Надо проверить параметры индикатора. То есть параметры, где МСД гистограмма одни, а параметры, где полоска, могут быть другие. Да, 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 да. Видимо, у меня... Да, да, да. Вот я сейчас поменял. Уже это было... Прекрасно, прекрасно. Здесь все нормально стоит. Да, отлично. Просто я с ним сталкивался столько раз. Никто не умный от рождения. Мы все становимся умными, если мы на ошибках учимся. Так что это то, на чем я учился и продолжаю учиться. Просто раньше, вначале ошибки могли быть катастрофическими, уничтожающими счет. Но счета были крошечные. Потом я научился, ошибки стали среднего размера. А сейчас я очень редко делаю ошибки среднего размера. Больше как-то по мелким ошибкам уже. То есть ошибки продолжаются. Обучение продолжается. Просто размер этих ошибок, серьезность этих ошибок очень понизилась. Ну вот, обратно к золоту. Значит, МСД гистограмма падает, и импульсная система стала синей. Что значит? Мы имеем право делать, что хотим. Можем продавать, можем играть на понижение. И с этой ценной информацией идем к дневному графику. И здесь мы видим. И здесь мы видим. Вчера был ложный пролом вверх. Товарищ кенгуру вытянул хвост вверх. Сегодня рынок открылся там же, где он закрылся вчера. И сейчас торгует несколько ниже. Руки чешутся коротеть. Руки чешутся коротеть. Но импульсная система все еще зеленая. Значит, что? Надо следить за этим рынком в режиме реального времени. И как только импульсная система перестанет быть зеленой, это может произойти сегодня или завтра. Может быть, даже послезавтра. Но вряд ли. Я думаю, сегодня или завтра. То золото можно будет коротеть. С защитным стопом где-то чуть-чуть повыше вчерашнего топа. Вот так вот. А мишень, я люблю устанавливать на недельных графиках. И на недельном графике я бы сказал, что золото имеет полное право опуститься в зоне ценности, которая где-то в районе 1700 выскочила. Роман, чуть-чуть. Это двиньте, пожалуйста, кёрсер. Спасибо. Значит, зона ценности где-то в районе 1760. А золото сейчас до 1705. То есть где-то 45 пунктов светят по золоту. При этом защитная приостановка в районе 30 пунктов. Не так худо. И завершающий, то есть такого межрыночного обзора, то у нас это нефть. С левой стороны на недельном графике мы видим классическую фигуру ложного пролома вниз с бычьей дивергенцией. Значит, нефть установила донышко где-то в июле. МСД-гистограмма вычертила очень такое глубокое и широкое дно. В сентябре нефть взлетела к зоне ценности. Гораздо правее. Последний взлет выше зоны ценности. Ближе к правому краю. Роман, ближе. Вот-вот-вот. Значит, было дно. Взлетела к зоне ценности. Нормальная такая мишень. Кстати, мы обсуждали эту мишень минуту тому назад насчет золота. МСД-гистограмма поднялась выше нулевой линии, сломав спину медведям. А затем нефть опустилась опять. Сравниваем глубину донышка в мае и донышка в сентябре. Извините, в октябре. Колоссальная бычья дивергенция. И смотрим на индекс силы, дивергенция еще сильнее. А сейчас смотрим на цену, и мы видим, что пролом вниз закончился. Что нефть уже на этой неделе торгуется по цене, которая чуть-чуть выше летнего донышка. То есть ложный пролом вниз завершен. Результат. Нефтью играть на повышение. Играть на повышение. Смотрим на дневной график. И мы видим, что нефть поднимается. Сегодня она опустилась в зону ценности. Рынок немножко оказался переоценен. Вчера и сегодня. И поэтому где-то чуть-чуть ниже зоны ценностей, я думаю, будет возможность для покупки. Нефть просится покупать ее. Спасибо, Александр. Да, мы посмотрели все инструменты. У нас на сегодня еще осталось как раз подвести итоги конкурса. И там есть очень интересный случай, который мне хотелось рассказать и показать. Сейчас я покажу. И мы получили два интересных вопроса, на которые я хотел бы ответить. Да, 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 да. Сегодня. В крайнем случае, если вы не возражаете, если нам часа не хватит, мы можем немножко затянуть время. Я окей. Если у вас есть время, то, конечно. Напомню, что конкурс, в котором победитель получает книгу с автографом Александра. Все правила я расскажу в конце. Но хотелось бы сказать, то есть подвести такое небольшое резюме наших участников. Предыдущий месяц, декабрь, в принципе, у нас из тех участников, кто показал наилучший результат, кто через сделки закрыли с прибылью, это были шорты, да, то есть в этом месяце покупатели не очень хорошо, хотя сделок на шорт было достаточно много, но не все закрылись, какие-то еще оставались открытыми. Вот. И в целом у нас интересный случай. У нас есть одна из участниц, Анна Викторовна, да, которая участвует уже очень давно. Никакой раз. Уже побеждала. И есть еще один участник, который как раз предложил, была предложена одна и та же бумага в практически один и тот же день. Похожие цены, только у Анны цель стояла чуть больше, да, и эта сделка не закрылась. А у участника, который Константин, цель стала чуть ближе, я потом покажу ее на графике, она закрылась. И вот очень интересно, что, как родилась эта идея, вот, ну, то есть у двух разных людей, возможно, которые друг друга не знают, как это могло получиться? Вот для меня это секрет, Анна, если вы здесь напишите, если, ну, и Константин тоже, вот, очень интересно. Вы знаете, Роман, извините, я перебью. Я встречаюсь с такой ситуацией довольно часто. Как вы знаете, я веду такое международное сообщество трейдеров, SpikeTrade.com. И одно из таких ключевых фишек у нас является то, что еженедельно у нас соревнования проходят на лучшую идею недели. То есть мы не просим людей прислать им свои брокерские отчеты, но они на уикендах вводят эту информацию, причем в то время, когда сайт находится под эмбарго. Они не могут увидеть, что другие люди делают. В воскресенье, значит, эмбарго заканчивается уже, тогда нельзя менять свою сделку, только можно менять точки входа, точки выхода. И к пятнице подбиваем результаты. Я всегда очень внимательно смотрю, когда один и тот же тикер выбирают несколько человек. Для меня это является, хорошая идея, они витают в воздухе. И когда несколько людей не связаны друг с другом, то есть не связаны через SpikeTrade, но они не видят, что делают другие люди. Когда несколько людей выбирают ту же самую акцию, мне всегда кажется, это может быть интересная акция. В нашем случае это вот случилось впервые, поэтому я обратил на это внимание. Поэтому, Константин, поздравляю вас. Я вам напишу и расскажу, соответственно, как книгу получить. И вот, собственно, хотел как раз показать саму сделку. То есть сначала сделка Константина. Здесь точно так же у нас недельный график, дневной. Вот здесь точка входа в шорт. Да, и, соответственно, здесь, соответственно, вход также в шорт на дневном. И выход вот буквально, буквально вчера как раз эта сделка закрылась по тейк-профиту, да, то есть планирование. Замечательный совершенно недельный график. Это недельный график, который вообще стоит вот так вот распечатать, вырезать и на стенку повесить. И сказать себе, когда я увижу такую картинку, я буду ею торговать, да. То есть мы видим двойной пик на недельном графике, второй пик выше первого. А потом он проседает до уровня первого пика. Это, собственно, вот то место, где оба наших участника закоротили эту акцию. То есть я не видослушаю меня, как бы чему-то научились. Не зря самое воздух толкал. В то же самое время блестящая дивергенция MACD гистограммы. Просто блестящая, которая протягивает руку с экрана и хватает за челюсть. Если ты не будешь торговать этим, чем ты будешь торговать, да? Блестящая дивергенция и там же дивергенция индекса силы. Все в порядке. Но что еще больше интересно в наших таких встречах, это мы как раз обсуждаем сделки, которые не закрылись с убытком. Выбирая некоторые сделки, которые как раз было бы хорошо осветить и посмотреть на них. А вот здесь была еще одна сделка. Это был Netflix. Покупка. Покупка здесь на недельном графике. Это, соответственно, стоп-лосс цель роста. И здесь покупка на, соответственно, дневном графике. Это здесь вход и стоп-лосс и тейк-профит. Не надо. Есть два принципа покупки. Два принципа покупки. Покупка ценности и покупка по принципу наибольшего дурака. Я не хочу никого обзывать, но товарищ, который здесь решил купить, он может посмотреть на зону ценности и сказать, ценность этой акции порядка 276 долларов. То есть 270-280. Вот ценность этой акции. Ценность, признанная рынком. Но в данный момент, вот когда я покупаю, он говорит, вот тут вот, где точечка стоит, она стоит 320 долларов. То есть она стоит на 45 долларов дороже ценности. Я хочу купить пару модных ботинок, которые продаются обычно по 275 долларов. Но я зашел в магазин, как раз Рождество на носу, и я смотрю, что эти ботинки продаются по 320. Так зачем я их покупаю по 320, если я могу подождать, и ценность этим ботинкам, я знаю, потому что я отслеживал их, ценность этим ботинкам 275. Ну, это не ботинки, это акция. Ладно, я здорово это дело куплю, но я найду большего дурака, который мне заплатит еще больше, выше ценности. Вот это принцип покупки наибольшего дурака. Я знаю, что я совершаю ошибку, но я встречу кого-то дурнее себя и сделаю на нем деньги. На рынках практически отсутствуют дураки. Очень много азартных игроков, но дураки как класс отсутствуют отсюда. Это просто поле деятельности, которое не привлекает глупых людей. Я встречаюсь с сотнями трейдеров. Редчайшие случаи, когда ты разговариваешь с человеком и понимаешь, а у него просто мотор маломощный наверху, да? Это редчайший случай. Дураков нет. Поэтому покупка по принципу наибольшего дурака, я найду кого-то, кто дурнее себя, это не дело. Надо покупать ценность. А выше ценности надо коротить. Нетфликс, кстати, был в моем, я делаю основную домашнюю работу на уикендах, прорабатываю планы на следующую неделю, на предстоящую неделю. Нетфликс был в моем списке акций закоротить. Но не получилось, не получилось, дивергенция была неправильная, все. Но для меня вот как раз в это время только одна идея с Нетфликсом – коротить или не коротить. Нужно ни в коем случае не покупать. Но опять-таки, я сказал, что не для того, чтобы обзываться, не для того, чтобы кого-то принижать, а просто сказать, это покупаем ценность или дешевле ценности? Покупаем? Тут в целом просто, да, в том числе помочь, потому что в любом случае начинающим трейдерам важно иметь для себя какие-то ориентиры, которые могут стать индикаторы, в том числе такой базовый момент, то есть выше цена зоны ценности, ниже цена зоны ценности, исходя из этого уже принимать решение. То есть здесь просто еще раз об этом поговорить. И вот еще один инструмент у нас был S&P 500. Мы тоже много про него говорили. И говорили о том, что готовится, есть вероятность начала там нисходящего движения. То есть как раз участник приложил эту идею в начале декабря, да, 4 декабря. И здесь тоже именно вход, да, то есть на недельном, здесь на дневном. То есть вот и соответственно стоп-лосс, да, то есть стоп-лосс был выбит. Да, но это непредсказуемо, это непредсказуемо. Непредсказуемая ситуация. Единственное сказать, как с этим можно относительно. То есть совершенно нормальный выбор сделки. И вот такой истерический хвост. Я сам его еле пересидел. Есть способ с этим бороться, но это способ для очень опытных трейдеров, не для новичков. Чем коротеть акцию или чем коротеть фонд какой-то, можно продать опцион колл. То есть, значит, S&PG это стоит на уровне 39.60. Если вы продадите колл, который будет выше гораздо, то и... Но это слишком сложно. Я даже не хочу открывать это чем, потому что это очень сложно и очень непросто. Но то, что товарищ, который предложил эту сделку, вылетел из нее, это вот из числа таких, к сожалению, неизбежных проколов, которые бывают у всех, включая меня, резкое очень движение, рынок дергается сильнее, чем реально можно ожидать, и получается прокол. Именно поэтому необходимо четко следить за контролем над риском, размер позиций и так далее, и так далее. Спасибо, Александр, за вот разбор этих позиций, которые были. Если вы не против, вот две бумаги, которые я вам присылал. Я вот сейчас уже сразу же выведу на экран. Собственно, одна из них это Tesla. И еще одна бумага, которую... Ну, я думаю, что Tesla сейчас у всех вызывает вопросы. То есть, с одной стороны, возможно, оградить, возможно, дать какие-то... Ну, то есть, что называется, мы не можем убрать руки от компьютеров и мониторов, но, по крайней мере, дать то, о чем подумать, смотря на такую бумагу. Вот здесь, наверное, Tesla, по-моему, достигла зоны очень интересной сделки, на самом деле. Все, значит, Tesla продавалось еще не так давно. Ну, там тоже сплит был. То есть, если Tesla сейчас 113 долларов, то, значит, несколько... Там пару недель тому назад она была не 113, а 350. Потому что акцию разбили на 3. Tesla, значит, на этом графике, на недельном, она в районе 400 долларов. Я помню, что я коротил Tesla по 1200, когда она была. Все любили Tesla. Сейчас ее любят меньше. По ряду причин. Основная причина, я думаю, что когда Tesla вышла вот со своей машиной... У меня нет Tesla. Tesla вышла с этой машиной. Это был единственный электромобиль. То есть, все остальные выборы были такими хилыми, что никого они особенно не интересовали. У Tesla было, если не 100, то 95% рынка. Сейчас у Tesla 50% рынка. Все же огромная доля. Но, тем не менее, у Tesla масса конкурентов. Масса конкурентов. Я знаю, уже нас ждет, должен выйти электрический мини-вен Volkswagen. А про Tesla, она вечно ходит какие-то жалобы на Tesla. А вот Volkswagen выходит с мини-веном. Это очень... Будет удобно с собаками ездить туда-обратно. Поэтому даже Tesla не входит. Вот из-за этого Tesla падает. У людей появилось очень много выборов. Но точно так же, как была истерия с покупками Tesla, сейчас идет истерия с продажами Tesla. И я считаю, что мне думается, что Tesla достигла уровня, который делает ее привлекательной для покупки в очень близкое время. Смотрим на недельный график. Люди покупали Tesla очень радостно, когда она была выше уровня ценности. А сейчас она ниже уровня ценности. Причем не немножко ниже, а намного ниже. Она не только ниже уровня ценности, она ниже конверта. Рынок – это маниакально-депрессивный зверь. И сейчас у этого зверя депрессия. Пациента надо привязать к постели и следить за ним, чтобы он не выпрыгнул в окошко и не самоубился. Вот это уровень, на котором находится Tesla. А Tesla никуда не уходит. У нее 50% рынка электромобилей. Живая Tesla. Ну, там сейчас в Китае опять, значит, самая пандемия обострилась, фабрики закрыты временно. Ну, это все временные явления. Между тем, на рынке царит паника. Вот все эти замечательные люди, которые покупали Tesla, в полном отвращении сейчас ее продают. Смотрим на недельные графики. Последние, скажем, три недели открывается плоско, закрывается низко. Открывается плоско, закрывается резко ниже. Это прошлая неделя. И на этой неделе открывается плоско, тычет вниз. Коротенький график. Значит, паника кончилась. Коротенький график показывает, что такие истерические продажи. Это, знаете, как вот человек выпил и начинает, простите за выражение, обливать. А потом уже обливать ему нечем. Вот это стадия, до которой Tesla дошла. И Tesla сейчас торгуется выше центральной части своего последнего столбика. Импульсная система все еще красная. Но если я взгляну на свой компьютер, мне это легче определить. Просто я на секунду взгляну, дам вам цифру. Tesla сейчас торгуется в данный момент 113 долларов и 7 центов. Так, там цифры, да? И если я смотрю на недельный график, про эту неделю я не говорю. Для того, чтобы поменять цвет с красного на синий, Tesla должна подняться выше, вверх этой недели. Но я вам дам номер на следующую неделю. Значит, рынок будет открыт еще завтра после визатора. В понедельник будет закрыт, во вторник. Во вторник, если Tesla будет торговаться, сейчас дам точку, выше чем 109 долларов, импульсная система станет синий. А? Она 113 сейчас. 109 выше 109 на следующей неделе. Запрет на покупки снимается. Так, смотрим на дневной график. А на дневном графике она уже синяя. Все. Да? Опять-таки, это позитив. Негатив. Никаких дивергенций здесь нет. Да? Дивергенций нет ни на недельном графике, ни на дневном. Я обычно очень люблю дивергенции. Но в данном случае это вопрос истерического дна, от которого вполне может быть тоже такой истерический подскок. Поэтому краткосрочная сделка, складывающаяся в Tesla, которая, вполне возможно, будет активизирована на следующей неделе, если Tesla откроется выше 109, это покупка Tesla, которую все ненавидят. Спасибо, Александр. Так, подробно, я думаю, что на этом тогда по акциям остановимся. Уже оставим тогда на январь, скажем так, с новыми силами в новом году. Вот тогда вот тот вопрос, который прислал один из участников именно по индексу силы. Да, да. Два вопроса пришли. И одну секунду. Вот. Про индекс силы я вас попрошу опять экран обратно, чтобы на него ответить. Камол пишет. Вопрос. Насколько эффективен ваш индикатор индекс силы, force index, внутри дня? Например, на часовом или на 15-минутном графике? Сколько дней или недель нужно выбрать для анализа рынка, чтобы торговать внутри дня? Так, я сейчас тогда возьму у вас экран, да? Share screen. Share, да? Вы видите мой экран, да? Так, вот отвечаю на живом примере. Например, например, например. Давайте Tesla посмотрим. TSLA. Tesla. Слева. Это внутридневные графики, с которыми я люблю работать. Слева 25-минутный, справа 5-минутный. 25-минутный график индекса силы, да? Вчера произошла бычья дивергенция. И сегодня рынок еще до открытия начал подниматься. Вот расстояние. Сейчас стрелочку поставлю. Вы видите, вертикальная полоса. Это конец вторника. А вот сейчас я поставлю вертикальную линию. Это начало сегодняшнего дня. Потому что, как вы знаете, я надеюсь, что вы знаете, очень многие акции торгуются до открытия биржи и после ее закрытия. Стрелочка, стрелочка, где же ты? Так, сюда еще раз. Вот красный, да? Вот это вот черное, где рынок закрылся вчера, это сегодня. Тесла взлетела очень сильно, произошел спад. Она протестировала донышко, которое возникло после открытия рынка. И сейчас опять, значит, поднимается. То есть, ну это не самое, так сказать, давайте посмотрим на какие-то другие акции. Например, например, акция, про которую вы спрашивали, я помню, на сегодня. Кат. Катрюк Билла. Акция в моем списке кандидатов к трейдингу. Очень медленный интернет сегодня у меня. Жена нашла какой-то супер какой-то дел, сэкономить на интернете. Я уже сказал, убей этот дел, убей. И со следующей недели переходим на старый интернет, который гораздо надежнее. Так что прошу прощения. Ну, так, Кат. Кат Рупилл выходит. Слева опять будет 25-минутный график. Слева 25-минутный, справа 5-минутный. Жена трейдера решила сэкономить на интернете. Я скажу, или старый интернет, или новую жену. Одну из четырех. Сейчас зарядится. Но пока это заряжается, просто хочу сказать, что индекс силы прекрасно работает на внутридневных графиках. Естественно, как на любых графиках, иногда сигналы есть, иногда сигналов нет. Но бывают очень хорошие сигналы. К сожалению, очень медленно грузится, потому что я бы хотел вам несколько графиков показать. Ах, как красиво. Ах, как красиво. Пятиминутный выскочил первый. Сейчас 25-минутный выскочит. И наш участник спрашивает, за сколько недель или дней нужно иметь информацию. Какие недели? На внутридневном трейдинге. Какие недели? Только дневная информация. Только сколько дней? Ну вот, на 25-минутном графике у меня выскакивает 4-5 дней. На 5-минутном полтора дня. Смотрим. А, окей. Вот на что я целился и не сделал сегодня. Кат, Катерпиллер, ведет себя сильно в слабом рынке. И я думаю, что рынок его захватит, сказать, в свое падение. Вот была верхушка вчера, индекса силы. А вот верхушка сегодня. То есть, Катерпиллер открылся ровно, а силы нет. И Катерпиллер стал падать довольно основательно. С 243 долларов он упал до 239. 4 доллара. Это полтора процента. Вот так вот за пару часов. С 3 часа. Вот, собственно, индекс силы. Прекрасно работает на внутридневных графиках. А длительность информации – несколько дней. Про неделю – забудьте. Не надо смешивать разные диапазоны. Если вы занимаетесь внутридневной торговлей, то недельный график – это другая зона. С другой стороны, что я обычно делаю, я выбираю позицию на недельном графике. Я более точно вхожу, где купить, где продать на дневном. Решение принято. После этого я включаю внутридневной график и смотрю, а не могу ли я немножко улучшить то, что я выбрал на дневном. То есть, это не мой основной экран. Это вспомогательный экран. Так, еще был один вопрос. Спрашивает Михаил. Подскажите, пожалуйста, если ваш основной таймфрейм дневной, то когда вы принимаете окончательный, исполняете решение об открытии и закрытии позиций в конце дня до закрытия таймфрейма, после закрытия дна или на следующий день, я, вы знаете, есть разница. Начинающий трейдер должен подождать, чтобы сигнал точно лежал на полочке. Более опытный трейдер имеет право немножко опередить часы, и поэтому я бы не стал дожидаться следующего дня. Если я вижу сигнал на подходе к закрытию, как живой пример. В самом начале сегодняшнего класса я вам показывал график Madrigal Securities, MDRL, где рынок сиганул с 60 долларов до 300, и как его близко довольно кверху закоротил. Почему? Потому что он стал закрываться, он оставил хвост, идущий вверх, закрывался по низам. Это было в пятницу, я уже не ждал следующей недели. Я где-то за полчаса до закрытия сделал сделку. Так что чем опытнее трейдер, тем больше можно чуть-чуть забегать вперед. Но новичку этого делать абсолютно не стоит. Окей? Спасибо, Александр. Я думаю, мы сегодня обсудили как-то даже больше, чем обычно. К этим праздникам желаю вам, вашей семье и всем нашим участникам хорошего Нового года. Спасибо, Александр. Со своей стороны также передаю большое поздравление вашей семье. Успехов в новом году. Ну и, собственно, мы с вами в новом году встретимся и продолжим смотреть, что будет происходить на рынках и что интересного из них можно научиться. Спасибо большое, Александр. Спасибо за этот год. Уже, наверное, третий год вместе. И мы все еще продолжаем разговаривать друг с другом. Я пью чай из вашей кружки. Правда, кружка в горах осталась, в Нью-Хэншри, в Нью-Йорке. Спасибо, всего хорошего. Спасибо, Александр. До свидания и увидимся уже в новом году. Спасибо. До свидания. Уважаемые участники, так как я и говорил в ходе нашего вебинара, я хотел бы сказать пару слов про индикаторы Александра. Собственно, мы смотрели на них сегодня и я показывал их, как они работают в метатрейдере. Александр показывал свою платформу. В целом, принцип он идентичен. То есть Александр сделал эти индикаторы, в том числе для метатрейдера и дал возможность нам также давать его нашим клиентам. Собственно, эти индикаторы доступны при наличии реального счета на платформе Admirals, на счете Admirals на платформе Metatrader 5. Собственно, если у вас есть реальный счет с балансом более 203 евро, то данные индикаторы становятся вам доступны. Если вы еще не клиент компании, то вы можете написать нам на почту. Сейчас я как раз в чат напишу, а для тех, кто будет смотреть нас в записи, оно будет в описании к видео. Это elterdiscsobakaadmirals.com. Собственно, если вы уже являетесь клиентом, то вы можете написать просто письмо на эту почту. Мы вам отправим индикаторы, шаблоны, видеоинструкцию по установке, и вы для себя какие-то инструменты сможете использовать. В том числе, когда присылаются идеи на конкурс, то мы видим, что какие-то идеи можно было скорректировать или улучшить при использовании даже какой-то части этих индикаторов, которые в том числе можно настроить самостоятельно, в зону ценности. Но сам пакет этих индикаторов, он доступен в таком же виде, как я показывал на пятом метатрейдере. Поэтому, если для вас это интересно, то пишите. Если вы еще не являетесь клиентом Admirals, но хотели бы им стать, то тоже можете написать на эту же почту, и мои коллеги вам помогут и подскажут, как можно открыть счет. И, соответственно, про конкурс, где у нас, как мы смотрели, подводили итоги, разбирали отдельные сделки, где у нас призом является книга с автографом Александра. Собственно, конкурс у нас проходит на YouTube-канале. Сейчас я еще раз ссылочку приложу, чтобы вы на него, и в том числе для участия в конкурсе, и в целом для того, чтобы вы быть в курсе и не пропустить там записи следующих видео, подписались на него. И конкурс у нас проходит под последним видео каждого месяца. То есть сегодняшний вебинар, который у нас проходит, он будет загружен завтра на YouTube-канал, и после этого начинается конкурс. Что нужно сделать? Это подписаться на YouTube-канал, это поставить лайк под видео, предложить сделку по активу, который торгуется в Адмиралс. Собственно, он показывается по такому же принципу, как мы с вами сегодня смотрели и разбирали. Это цена входа, стоп-лосс, тейк-профит и дата поста. Собственно, здесь победителем становится та сделка, которая закроется, в первую очередь, по тейк-профиту, и покажет самый большой результат по процентному движению. То есть от точки входа, то точки выхода. Собственно, в течение месяца можно предлагать, конечно, те сделки, которые вы предлагаете, в начале месяца. И, собственно, в этом случае уже больший запас хода, поэтому завтра, когда видео будет на канале, то вы сможете также принять участие в нем. Вот я вижу, что Филипп уже пишет, что не хватило 1%. Это у нас джентльменский конкурс. То есть здесь, я думаю, что самым главным результатом будет ваше положительное использование этих сделок. В данном случае здесь, во-первых, нам помогает продвигать видео Александра. Я за это очень благодарен, за ваши лайки, за ваши комментарии. И в том числе доносить корректную информацию для начинающих трейдеров. Поэтому этот джентльменский конкурс, который проходит на YouTube-канале, пишите ваши идеи, пишите ваши сделки. Собственно, они принимаются до даты следующего вебинара, который у нас будет в январе. Скорее всего, это будет последний четверг января. И до этой даты мы будем рассматривать эти сделки для конкурса. И важный принцип – сделки нельзя редактировать. Ну, не сделки, прошу прощения. То есть, безусловно, если вы сделку открывали у себя, вы можете ее редактировать. Именно комментарий, который вы оставляете на YouTube-канале, его нельзя редактировать. Спасибо с моей стороны. Я со своей стороны, от лица компании, также желаю всем хорошего Нового года. Спасибо, что вы с нами, являетесь нашим клиентом. Мы за это очень благодарны. И мы постараемся всегда давать максимум информации, максимум полезной информации. Поэтому не забудьте поставить лайк на видео, которое вы смотрите, подписаться на канал. И пишите также вопросы к Александру под видео. То есть, мы точно так же их там принимаем. И я заранее отправляю их Александру. Спасибо большое за участие. Всех с наступающим Новым годом. Успехов в Новом году. Максимально пожелаю как раз системного трейдинга. Я думаю, что в трейдинге и в инвестициях – это самое важное. Поэтому увидимся в январе. Увидимся в следующем году. Всем спасибо и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!